Как она устроена? В моем вступлении, вне наоборот, в старинную притчу, она расстроена, что вы пытаетесь понять, что это твой слой. Да. Это был опыт, что вновь была. Это черный ящик. У нас это черный ящик. Слоначью будет. Да. Но смысл, свойство этих функций можно понять проще, чем как она устроена. Скажем так, вы представьте лучше, это не как слона, которые еще будут слепы, мы люди зрячие. Есть прибор. И мы вот начинаем понимать, мы не знаем, как он там устроен, но мы как компьютер, мы же не знаем, что там внутри, но мы знаем, как он работает. Вот это цель моей лекции. Поэтому, чтобы понять, я должен начально рассказать, немножко описать однородные области, то есть, где эта функция определена. где определена. Второе. Я хочу обсудить понятие рациональных квадратичных дивизоров. Сам термин, надо будет объяснить, почему они рациональные и почему квадратичные. Как раз неделю назад все воспринимали их как линейные. Квадратичные дивизоры. Третий вопрос, который связан с разложением фурье. Что такое разложение фурье? Скажем так. Труба будущего и разложение фурье. И четвертое, это разложение фурье в функции F19. То есть, я не построю эту функцию, но я пишу ее свойство. Она существует, она единственная. Вот это и надо будет понять. Итак, первая область. Где определена эта функция? Она определена на однородной области четвертого типа четвертого классификации кардана, который написал все однородные области с комплектной структурой, гламотной однородной области. Итак, наш основной объект был решетка L четная целочисленная решетка квадратичная четвертая решетка сигнатуры 2N N больше 0. То есть, это свободный Z-модуль с определенной ныней симметричной билейной формы. форма не выдержанная, не вырождена матрица грамма не вырождена и форма четная. Четность означает, что квадрат скалярно любого вектора я буду записывать тоже, так сказать, в квадрате всегда четная. Для любого и. Я решила, что четная или 2Z? А, вот это. 2Z? Или квадраты? Да, всегда 2Z. Скалярное произведение принимает целые значения. В частности, значение 1 вполне можно терминовать. Итак, это однородный опуск, который я уже кратко определил. Но в прошлый раз... Ну, давайте... А, я тоже... Да, однородный опуск. Ну, как раз я ее определил. Давайте ее определим. DL. То есть, я буду использовать сейчас проективное определение этой опуски. Это множество всех точек комплексного проективного пространства определенной решетки Z с такими свойствами. Скалярный квадрат Z равен нулю, то есть, это точка на квадрике, и такое условие, которое вы должны помнить по условию, он же, Z, Z2, комплексное сопряжение, положить. У этой области есть две компоненты связанности. Кстати, почему две компоненты, так не видно, мы сейчас увидим. Я возьму одну из них. Плюс, это означает компоненты связанности. Сейчас разберемся, почему есть две компоненты связанности, и дадим другую интерпретацию этой области в терминах маниана, и под чуть позже в терминах трубы в будущем. Так, первое условие. Давайте Z, но чтобы отличать от следующих будущих активных координат, давайте эту точку буду писать так Z немножко каллиграфически. Если мы представим Z в таком виде, то что нам дает первое условие? Первое условие дает, что X и Y ортогональны друг к другу. Мнимой части здесь нет. И из квадрата, я уже буду писать просто квадрат X равен квадрату Y. Квадрат вещественной части, квадрат в решетке L равен квадрату мнимой части. И если это так, то второе условие нам даст следующее, что Z на Z сопряжённое будет равняться 2 скалярному квадрату Y. Скалярный квадрат X, скалярный квадрат Y. И это больше не менее. Это первое условие. Итак, в каждой точке Z, нашей плитки и дробности, я могу сопоставить плоскость, вещественную плоскость, порождённая вещественной частью и минусом. Значит, что получится? Получится, что эта плоскость, давайте я B2 обозначу, она положительно определена в соответствующем. Нормально. Потому что Y в квадрате положительный, X в квадрате положительный, матрица картана, а матрица грамма в соответствующей плоскости, это будет просто X в квадрате Y в квадрате, два положительных числа. То есть, ограничение квадратичной формы на эту плоскость положительно будет. Так, ну давайте посмотрим, получается ли у нас взаимно-однозначное соответствие. Ясно, что по X и Y мы можем это определить, но соответствие будет взаимно-однозначное, если мы определяем плоскость. Почему? Потому что умножение Z на произвольное комплексное число даст умножение и смену этого базиса на матрицу SL в GL2F. Давайте это аккуратно выпишем, что если я от Z перейду к лям до Z, произвольное комплексное число не равное нулю, то что у нас произойдет с базисом X и Y. Значит, он преобразуется, по-видимому, если это альфа плюс и бета, то получится альфа минус бета, бета альфа, комплексное умножение. А это матрица в GL2F. Итак, умножение Z на лямбда не только не меняет плоскость, но в каком-то смысле сохраняет ориентацию. Итак, мы видим, у соответствующих веществ на положительной определенной плоскости есть две ориентации. Поэтому, если мы будем рассматривать всю эту область, то у нее будут две связанные компоненты, когда мы плоскости будем рассматривать с положительной ориентацией и с отрицательной ориентацией. Ну, условные аргументы. Итак, тем самым, что же мы получили? Да. То же самое в Z, а я здесь чертаю. Да. 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 Y, то есть если мы рассмотрим плоскость, да. Если мы... Мы сменим иритар. Это будет та же плоскость, но по-другому ориентированную. Смена базиса. Вот поэтому возникают две связанные компоненты. То есть это означает, что данная область, это рассуждение о процессе, она изоморфна, мы можем ее тоже действовать с пространством всех положительных и положительно ориентированных плоскостей. Это не просто так. Плоскостей В2. Вот я поставлю по струбам. Плоскостей в соответствующем вещественном пространстве. Итак, L на R это вещественное пространство размерности N плюс 2 соответствующей квадратичной формы. Мы рассматриваем все 2 плюс, все положительно определенные двумерные плоскости здесь и фиксируем их ориентацию. Условно стандартного обозначения здесь нет. Но это такое как два красмоньян. Но когда на плоскость мы накладываем условия, что они положительно определены и ориентация и фиксируем их. Это ортогональный красмоньян, да? Что значит ортогональный? Мы рассматриваем просто все плоскости В2. Такие, что наше произведение на В2 положительно определено. А я прошу прощения, поэтому 2 плюсы и n минусы? Сигнатура 2n, да. Да, это плюсы. Это плюсы. Как обычно. Нет, нет, тут наоборот никакой затропности нет. Положительно определенный. И теперь мы видим, мы можем прострактовать данную область как однородную область. Почему? Ясно, что группа... Итак, давайте мы рассмотрим вещественную группу. О, L, M за R. Это будет группа, которая иначе можно обозначить. Группа вещественных точек квадратичной формы сигнатуры 2n. Ясно, что все формы квадратичные на R одинаковые. Они определяются сигнатурой. Итак, эта группа вообще имеет сколько компонент связанных? Там ведь у нас должны быть... Почему там Гроссминян плюс, когда должен быть и Гроссминян плюс, и Гроссминян минус? Гроссминян плюс, потому что, ну, я условное обозначение. Это множество всех плоскостей положительно определенных. Когда мы действуем с сопряжением, у нас... О, нет. Ну а зачем? Вот у нас x, y, вот эта положительная определенная плоскость. Правильно? Я любой... У любого z взял вещественную часть и взял мимую часть. А еще и для ориентации. Да. Ну, D и плюсик. Ну, D и плюсик. Давайте лучше я подставлю, чтобы эти двойки не было. Вот так. V2 плюс. Это V2 больше нуля. А это означает SO. О, в другом. Но мы фиксируем ориентацию. Это просто условное обозначение. Это положительно определена, а это ориентация. Одна и та же. Ну, слева еще плюсик надо поставить. Это только связанные компоненты. DL это связанные компоненты. DL это связанные компоненты. DL это связанные компоненты. DL это множество плюсов. Итак, ортогональная группа. Сколько будет иметь связанных компонентов? Неопределенно. А вы все тут почти изучали. Я посмотрю по программе. У нее одно. Ясно, что больше двух. Потому что есть SO. Группа. Группа. Правильно? Есть определительная. Будет 4 компонента. 4 компонента. Мы их сейчас увидим. Ортогональная группа, конечно, действует на это множество. Представим, что у нас нет здесь плюса. Если у нас есть такое условие, то почему умножение на любой элемент из ортогональной группы сохраняет эту область? Ну, потому что это ортогонально и вещественно. Правильно? Если я поставлю здесь G из OLR, я могу поставить G здесь и по-прежнему все верно. Элемент ортогональный, сохраняет скалярное произведение. Элемент вещественный, поэтому это тоже будет правильно. Но, так как у нас стоит плюс, то нужно взять группу O плюс LR. Это будет подгруппа индекса 2 здесь, 2 каждому, которая переводит DL в 7. Так как это одна из двух связанных компонентов, то подгруппа, которая сохраняет связанные компоненты, будет иметь индекс 2. Но эта же группа O плюс теперь действует на грасмониане. Она действует на грасмониане. Так, я напишу ее на грасмониане. Это не грецен, это грасмониа. Так, плюс. Так, что будет максимально, что будет стабилизатором плоскости V2? Если я зафиксирую любую плоскость V2, то стабилизатор, по-видимому, это будет SO2. Это группа, которая действует на V2. И я могу как угодно действовать на ортогональном дополнении. Ортогональное дополнение к V2 в нашем пространстве будет отрицательно определенно. Правильно. Правильно. Потому что… Да, пространство… Но потому что мы сохраняем ориентацию. В V2. А у V2 мы сохраняем? В V2 мы сохраняем ориентацию, как по определению нашего космониана. И в ортогональном дополнении мы действуем как угодно. Это будет ортогональная группа, сигнатура N, потому что ортогональное дополнение отрицательно определенно. Итак, мы получаем, что это стабилизатор. Легко увидеть, что группа действует транзитивно на всех плоскостях. По теореме Викта вы любую плоскость можете перевести здесь в любую. Поэтому Грессманиан, сам Грессманиан и наша однородная область – это просто изоморфный. Ортогональный… По группе индекса 2 вещественно ортогональный группа. Но вот эту на стабилизации. Это причем будет бигаломорфность. Изоморфный. Итак, это однородная область. Часто ее и называют однородную область четвертого типа и пишут D4. Потому что это однородная область, ортогональная группа, сигнатуры 2D. Так, с этим мы разобрались. Хорошо. Чтобы дать вам хоть одно упражнение для вашего развития. Значит, упражнение. Доказать, что группа O плюс L, T, T, T. Значит, O плюс вещественно. О, это O плюс 2N, наравняется ядру так называемой спинорной нормы, определенной над R. Сейчас ничего больше про это не говорю. Посмотрите по гуглу или по яндексу спинорная норма. Спинорная норма определяется над полем. В данном случае взять над полем R. Это будет ядро спинорной нормы на D. То есть у нас есть два... Почему теперь четыре компоненты связанности? Потому что у нас есть два хороших характера. Это определитель и спинорная норма. И у нас получается четыре компоненты связанности. Потому что у нас определитель дает разбиение на две подгруппы. SO, ядро определителя, ядро спинорной нормы. Их пересечение даст нам связанную компоненту. Связанную компоненту этой группы часто обозначают S0, 0. То есть связанная компонент будет такая. С0, SO, сигнатура 2N. Итак, это будет ядро определителя, а это 0, ядро спинорной нормы. Вещественная спинорная норма. Хорошо. Это однородная область, где будет лежать на которой будет жить модулярные формы. Но прежде чем переходить к модулярным формам, я хочу взять любую теперь подгруппу гамма в группе O плюс N. Итак, я подчеркнул, что это группа целых точек. Теперь они вещественные. И мы возьмем любую подгруппу конечного имени. Такая арифметическая подгруппа. Вещественная автогональная группа действует на нашей области. На проективной модели очень просто. Простым умножением. Но здесь действие, это просто будет действие на плоскость. Я прошу прощения. Группа может быть и не собственная? А? Группа может быть XO плюс Z? Да, да. Подгруппа конечного индекса, например, индекса 1. Можно. Можно. Да, да, любая конечного индекса. Итак, у нас возникнет модулярная многообразие. Итак, это модулярная, ну как аналог модулярной кривой. Действие на проективной модели очень простое. Просто линейное умножение Z на любой элемент друг. Это будет квазипроективная многообразие. Это результат Бейли-Борреля. Многообразие некомпактное, как правило. Ну, есть частные случаи, когда он компактный. Если у гамма нет параболических точек. Но обычно это некомпактное многообразие. Нужно его компатифицировать. Это компатификация с атаки или Бейли-Борреля. Минимальная возможность фибликации. Все это? И модулярную форму дают, дают, дают. Да, да, да. Это компатификация с атаки или Бейли-Борреля. Да, это обычная штука. Итак, это квазипроективное многообразие, которое имеет большой смысл. Итак, давайте. Сейчас мы не видим, какой смысл. Но самый, по-видимому, главный пример. Получается, при n равном 19. Решетка L. Это будет решетка две гиперболические плоскости. Сейчас я введу немножко по значению. Это решетка L2D. Значит, U. Это гиперболическая плоскость. Иначе она обозначается четная унемодулярная решетка с сигнатурой 1,1. Это решетка с матрицей грамма 0,1,1. Четная унемодулярная решетка определить равенную единицу сигнатуры 1,1. Е8 это Е8. Минус 1 означает, что Е8 отрицательно определено. Минус 2D означает, что у нас есть решетка ZV одномерная. Квадрат V равен минус 2D. 2 означает, что мы берем две копии Е8. Это Е8 плюс Е8. Итак, сигнатура. Сигнатура L2D равняется 2,19. Будет 8 плюс 8. 16. 17. И здесь сигнатура 2,2. 2,19. Я прошу прощения. А я надо перейти единицу еще? Дойдем. Дойдем. Молодец. Да. Нет, ну просто чтобы вы знали, что для этой решетки возникает пространство модулей поляризованных К3 поверхности степени 2D для соответствующей группы. И это пространство модулей появилось когда-то, еще до теоремы Торелли, была такая программа Андрея Вейля, сформулированная в 59-м году, где он сформулировал несколько важнейших как программного исследования К3 поверхности и их модулей. И там написал, что скорее всего для изучения пространства модулей К3 поверхности потребуются автоматические формы, связанные с этой группой. Так что это было уже очень давно. И действительно все проблемы программы Уейля были решены, кроме вот последнее описание геометрического типа пространства модулей, что мы почти закончили где-то там в 2007 году моя совместная работа с Клаусом Куликом и Грегором Цинкараном, где мы решили этот вопрос, используя произведение Борнического, которое мы сейчас обсуждаем. До единицы мы дойдем, но сейчас я хочу, давайте я уберу, оставлю определение, хочу описать, что такое рациональные квадратичные дивизоры или просто дивизоры. Почему они рациональные и квадратичные, я объясню чуть попозже. Итак, у нас есть модулярное многообразие, и я хочу в этом модулярном многообразии описать дивизоры. И здесь они возникают естественным образом. Итак, какой дивизор можно взять в этой области? Давайте возьмем любой вектор L и рассмотрим множество V ортогонально от DL, это множество всех Z, DL, таких, что Z ортогонально. Так что же у нас получится? Давайте представим вначале, что V в квадрате больше или равно нуля. Но я рассмотрю случай большего нуля для простоты, равно нулю то же самое. Итак, что у нас получится? У нас получится, что V и соответствующая Z, которая будет X плюс Y, скалярное произведение равно нулю. Но мы знаем, что X ортогонален Y, и X в квадрате равняется Y в квадрате положительно определённому. Более того, если V в квадрате положительно определён, то оба X и Y лежат в ортогональном дополнении V, L, C за F, который имеет сигнатуру 1, N минус 1. Итак, у нас в гиперболической решётке V больше нуля. Возьмём Z, который ему ортогонально из DL. Так как у нас Z из DL, мы знаем, что вещественная часть ортогонально мнимы, что они в каждый квадрат положительны, то есть это положительная плоскость. Но она лежит где? В гиперболической решётке. Значит, такие Z есть? Таких Z нет. То есть это будет... Значит так, давайте напишем. Если V в квадрате больше равно нуля, то это пустое мышцы. Так? Потому что часто, когда я говорю, что V в квадрате меньше нуля, все спрашивают, почему нельзя такой же дивизор определить, если V в квадрате больше нуля. Итак, если V в квадрате больше нуля, я доказал для большего нуля, для равно то же самое почти. Я прошу прощения. Да. Почему написано 1N минус 1? Потому что сигнатура этой решётки. 1N. Оно N верно. Да-да, согласен. Согласен. Сейчас я аккуратно это напишу. Тебе только, что это 1. Да. Сигнатура 1N. Гиперболический решёт. А если V в квадрате меньше нуля? Ну и прекрасно. У нас получится, что X и Y лежат в ортокональном дополнении. И его сигнатура будет 2N минус 1. Вот здесь у нас, вот это на самом деле. Итак, мы получаем, что вот этот дивизор и замор ДВ ортокональное, если V в квадрате меньше нуля. Итак, это действительно дивизор. Почему? Потому что размерность, размерность DL равняется N. Ну а это будет то же самое, что соответствующая однородная область, отвечающая от ортоконального дополнения V в L. Это решётка сигнатуры 2N минус 1. И у нас получается такая же область на размерности N минус 1. Даже для N равного 1 это работает. Потому что получится точка там, область размерности N. Так вот, такие дивизоры и называются рациональными квадратичными, если V, так предположим, что V это элемент нашей решётки L. Это, собственно, это вот рассуждение верно, когда вы вещественными. А если V в L, то мы можем определить дивизор модулярного многообразия. Так можно определить модулярную проекцию гамма от дивизора DL, который лежит уже в модулярном многообразии DL по гамму. Итак, у нас будет дивизор здесь, который я смогу спроектировать сюда. Да. У нас получится дивизор. Но мы не должны быть? Нет. Возникает естественный вопрос. А как теперь вот этот дивизор описать как модулярное многообразие такого же типа? Это будет модулярное многообразие такого же типа, только на единичку меньшей размерности. Давайте я попробую это сделать в случае, если гамма. Какие трудности здесь возникают? Гамма равняется всей ортогональной. Вот так гамма будет равняться всей ортогональной. Но какие трудности у нас здесь возникают, если мы хотим описать данный дивизор после проекции как модулярная многообразие? Итак, у нас есть вектор V. Мы возьмем решетку, которая порождена вектором V. И возьмем ее ортогональное дополнение. Получится L1, какая-то решетка в L. Значит, L1 это ортогональное дополнение V в L. Так вот равенства здесь у нас не будет. Это будет под решетка конечного индекса. Конечный индекс. Это особенность решеток. Когда мы работаем в пространстве квадратичном, то есть в пространстве над полем, естественно у нас все пространство это сумма равно сумме ортогональной сумме двух так пространств. В решетке всю решетку мы обычно не получаем. Получается под решеткой конечного индекса. Более того, если у вас есть ортогональная группа, скажем, ортогональная группа OL1, можем ли мы ее вложить в ортогональную группу решетки L? Над полем, безусловно, да. А над Z? В общем виде это не так. Нет. В общем виде мы не можем вложить ортогональную группу во всю ортогональную группу. Именно потому, что у нас эта ортогональная сумма не есть решетка L, а под решетка конечного индекса. Поэтому на соответствующий конечный модуль L по этой решетке будет возникает определенные условия по действию ортогональной группы. Так что в общем виде для над Z, когда вы рассматриваете ортогональную группу над Z, вы не можете вложить одну группу в другую. Поэтому здесь все будет правильно, но устойчиво для некоторых подгрупп. То есть мы не сможем, например, соответствующий дивизор написать как модулярное многообразие относительно ортогональной группы по L1. И здесь очень важное сейчас свойство. Давайте я его напишу. Его уже можно будет написать. Здесь оно поместится, наверное. И здесь возникает важнейшее понятие, которое логибраическую геометрию как ввел, так и продолжает продвигать. Слава Никулин. А именно понятие дискриминантной формы. Итак, давайте для любой решетки я определю вот такую группу OT, которую я назвал когда-то стабильно-ортогональной группой. И это определение прижилось. Итак, что это такое? Это будет подгруппа целочисленной. Все на Z. Все происходит на Z. Подгруппа целочисленной ортогональной группы, состоящей из всех элементов, которые тривиально действуют на двойственные решетки по модулю решетки. Итак, двойственная решетка понятна. Давайте определим. Двойственная решетка – это все V из рационального пространства. Это множество функционалов. Целочисленные. Все V из рационального пространства. Такие, что для любого L – L. V – L целочисленные. Итак, это двойственная решетка, которая в нашем случае содержит решетку L. И ясно, что когда мы рассматриваем целочисленное ортогональное преобразование, мы можем его распространить на векторное, на квадратичное пространство, на поле рациональных чисел. Ясно, что расширив коэффициенты до пункта, она действует на квадратичное пространство. И она, безусловно, действует на двойственные решетки. Итак, G переводит двойственную решетку в себя. И нужно рассматривать, ну давайте я выпишу это условие в более элементарном виде. Как это условие еще переписать? Что для любого U в L со звездочкой, G U минус U принадлежит L. Вот что это условие означает. G U будет элемент двойственной решетки, минус U должен лежать V. То есть на данной группе, которая называется дискриминантной группой, это конечная группа, число здесь элементов равно определителю решетки. На этой конечной группе наш элемент действует тривиально. Так вот, очень полезное упражнение. Давайте я вам напишу здесь. Означает следующее, что если M это произвольная подрешетка L конечного или бесконечного индекса, роли не играет, то стабильную ортогональную группу вы всегда можете вложить в стабильную. Поэтому мы видим стабильную в какой-то статье, и оно прижилось. То есть это группа, которая уважает вложение. Именно поэтому стабильная ортогональная группа является важнейшей подгруппой. Вот здесь, когда мы рассматриваем пространство модулей, поляризованных K3 поверхностей, соответствующим модулярным многообразием, и будет область однородная данной решетки L2D постабильной ортогональной. Это подгруппа, это некая конкуренция условий. Кстати, в данном случае, если вы рассматриваете K3 поверхность, еще одно упражнение, по крайней мере, подумать над этим вы можете, что если мы рассмотрим K+, L2D, и профакторизуем его по всей, по стабильной ортогональной группе, тут неважно, плюс или плюс, это все равно один и тот же будет результат, то порядок этой группы равняется 2 в степени ρd, где ρ число простых делителей d. Это будет для конкретной этой решетки? Да, для конкретной этой решетки. E8? Да. Ну, главное не E8, а главное вот это мегастратик. А у E8 она унимодулярна? Если решетка унимодулярна, то L со звездочкой совпадает с решеткой, это группа тривиальная. Да, безусловно. Итак, если вот мы сточим до таких конечных подгрупп, соответствующий дивизор и будет тоже дивизором такого же типа, но для другой группы. Так это будет надо правильно выбрать группу, которая здесь будет, и соответствующий дивизор, который здесь возникает, это будет тоже модулярным многообразием ортогонального типа, такого же типа, но по размерности от типа. Но группа, какая там будет группа, это вопрос, деликатно связанный с таким рассуждением. Итак, вектора с отрицательным квадратом нам дают дивизоры. Рациональные почему? Потому что, в общем-то, все равно, где брать... Дивизор можно умножать или делить на любое целое число, правильно? Рациональное число. Ну, если вы умножите дивизор на число... В. В. В вектор на число, то дивизор не изменится никак. Правильно? Поэтому, в общем-то, вы можете этот вектор брать в рациональном пространстве. Ничего от этого не поменяется. Поэтому он называется рациональным дивизором. Почему он называется квадратичным? Чуть-чуть попозже. Нам нужна афинная модель. Итак, чтобы определить квадратичность, я хочу определить теперь афинную модель вот этой однородной области. Давайте я ее определение оставлю, а вот эту часть уберу. Есть ли вопросы сейчас по однородной области ДЛ, вот по этим дивизорам? А что хорошо в нашем определении? У нас есть проективная модель однородной области, что очень хорошо для алгебраичной геометрии. Более того, у нас очень хорошие линейные действия. Как действует группа на Z? Ну, просто умножает и все. А как же, вы спросите, дробно-линейное действие группы SL2? Вот откуда оно берется? Дробно-линейное действие появляется из афинизации. Вот сейчас я хочу построить афинную модель этой области. Над полем у нас есть только одна модель, но когда мы будем арифметическую структуру сохранять, то есть структуру на Z, таких моделей будет много. И выбор этой модели связан с выбором параболической точки, с выбором кассы. Итак, как это здесь происходит? Пусть C целый, пусть C примитивный, изотропный элемент L. Изотропный означает, что квадрат этого элемента равен им. Примитивный, вы не можете поделить его на целое число. Итак, построение афинной модели DL. В матфизике оно называется труба будущего. А можно вопрос? А почему Каспин называется? Ну, увидите, увидите, да, увидите. Чуть-чуть попозже, сейчас пока непонятно, да увидите. Труба будущего. Построение афинной модели связано с решеткой C ортогональной в L по модулю CZ. Какая сигнатура у этой будет решеткой? Это будет гиперболическая решетка. Сейчас мы увидим на примере. У меня такое простое рассуждение, но над полем оно как раз дает то, что надо. Это будет гиперболическая решетка сигнатуры 1N-1. Почему нужно факторизовать по CZ? Почему? Потому что в ортогональном дополнении L вектор C будет лежать. Вектор C ортогонален сам себе, согласны? Поэтому я хочу взять ортогональное дополнение, но потом факторизовать еще по одномерной решетке порожденной C. Потому что иначе у нас получится решетка выраженная. В каком-то смысле. Если вы нарисуете ее, напишите матовцу грамму, то ее определитель будет равен 0. Когда мы профитализуем по CZ, получится невыраженная решетка. Но у этой решетки нет канонической модели L в общем-то. Она вкладывается, но нет канонической модели. То есть я так напишу так, что C ортогональный по C, нет канонического уложения. Это разбирается в общем случае. Но я сейчас хочу разобрать случай, когда такое вложение есть. Над полем это вложение будет. Над Z нет вложения канонического. Над полем, если вы рассмотрите решет P и домножите на любое поле, у вас это все получится. Над Z нет. Но давайте я рассмотрю простейший случай. Как простейший случай, когда такая модель L. Простейший случай. Есть такое вложение. Это фактически имитирует случай поля, когда любая решетка раскладывается, то есть векторное квадратичное пространство раскладывается в прямую сумму двух ортогональных пространств. Вот я такой случай разберу. Итак, предположим, пусть существует вектор F такой, что F в квадрате равен 0 и C F равняется 1. То есть вектора C и F на Z дают гиперболическую плоскость. Напишу матрицу грамму 0,1,1,1. В этом случае L запишется просто как эта гиперболическая плоскость U, C F и добавится ортогональная слагаемая L1. И мы видим, что здесь сигнатура 1,1. Правильно? Если мы напишем сигнатуру 1,1. А здесь она будет 1 N минус 1. Вот это будет та гиперболическая решетка, которая... А это потому что они бельнички, да? Да. Потому что эта плоскость у не модулятор. Ну просто вы разложите любой вектор. Посмотрите, любой вектор у вас... Я не помню. То есть любой вектор вы сможете разложить. И так, что же получится тогда в однородной области? Давайте я введу не совсем координаты, но я хочу решетку L буду записывать так. C, Z, плюс решетка L1, это будет ортогональный плюс. Плюс C, F. То есть я так в базе... Плюс Z, M, Z. Я так в базе запишу. Мы предполагаем, что есть вложение? Нет, я над Z. Вот, нет, но над полем такое вложение есть всегда. Правильно? Мы сейчас предполагаем, что решетка... Да, пусть существует. В общем виде тоже можно делать, но там не будет канонического вложения. Там есть некая возможность его избежать, но имитируем случай поля. Тогда давайте Z я напишу. Z распишется точно так же. Это будет C, Z' в какое-то комплексное число, плюс вектор Z, который был L1, плюс F, Z. Где Z, это уже будет L1, тендер C. Комплексификация решетка L1. Так вот, Лемма. Z умножить на Z4 не равно 0. Почему? А придет ли Z про уровень или другая? Да. Да, конечно. Конечно, если Z из Z. Ну, ровно по соображениям сигнатуры. Почему? Потому что если Z на Z3 равняется 0, то мы получим, что противоречие с тем, что соответствующая плоскость будет положительно определена и двумя. Если Z за Z3 равняется 0, то, рассматривая X и Y, которые я вам оставляю, приходим в противоречие. Ровно так же, как мы сделали вот в том случае, когда рассматривали рациональные квадратичные дивизии. проверим. Это означает, что вектор можно нормализовать. Каким образом? Значит, Z не равен 0, и я вектор Z могу нормализовать. Давайте я это сделаю. То есть я Z могу привести, разделить его на Z. И у нас получится, что это равняется C на какой-то новый Z2' плюс Z, я по-прежнему напишу, плюс F. Короче говоря, давайте я в координатах напишу. Мы Z сопоставили вектор с такими координатами 1. Z это число я могу вычислить, потому что вектор с квадратом 0, это будет минус Z в квадрате пополам. Вот я так нормализовал наш вектор. Что будет у мнимой части? У мнимой части у этого вектора координаты 0. Поэтому отсюда следует, что если Z, вот этот уже центральный Z, это X плюс и Y, то Y больше 0. Почему? Потому что Y каллиграфический на Y, это и будет Y по-желатински на Y, а это больше 0. И так получилось, что я могу Z представить Афине. Вот таким образом. Сейчас давайте уже это осознам. А мы его вычислили. Z в 2 штриха равняется минус Z в квадрате пополам. Почему? Потому что скалярный квадрат этого вектора должен равняться 0. А как скалярный квадрат? Потому что ортогональное разложение, правильно? Это будет 2. C на F это единица. Минус Z в квадрате плюс Z в квадрате. Итак, что же мы получили? Мы получили, что DL мы отобразили на вот такую область. H, C. C это вектор изотропный, который мы вычислили. L1 это и ортогональное дополнение, которое мы вычислили. Которое состоит теперь из всех векторов Z равных X плюс Y, где X и Y принадлежат вещественному пространству решетка L1. И к тому же мнимая часть имеет положительный квадрат. Причем, так как DL это проективный образ, это изоморфия. Бегломорф. Бегломорф на изоморфии. Итак, выбор вектора Z нам дал вот такую модель. Мы по-любому Z строим соответствующий вектор, а дальше умножая на произвольное комплексное число, получаем произвольный элемент D. Так вот это и есть труба будущего. Почему она называется трубой будущего? К тому же теперь мы сможем обсудить размерность единицы, а там размерность даже 2 и 3. Итак, что же такое это условие? Предположим, что сигнатура решетки L1 равняется 1N-1. Как же записывается это условие? Это условие называется V плюс L. Конус. Итак, это множество всех Y. Давайте еще раз я напишу. в вещественном пространстве этой решетки с положительным квадратом. Как геометрически представить эту область? Это конус с двумя полами. Итак, внутри конуса Y в квадрате больше нуля, на границе Y в квадрате равно нулю, а вне Y в квадрате меньше нуля. Почему две полы возникают? Потому что над вещественными числами все квадратичные формы одинаковые. Поэтому, если вы возьмете стандартную форму, то Y в квадрате это будет Y0 в квадрате минус Y1 в квадрате минус Y2 в квадрате и так далее. Больше нуля. Итак, Y0 может быть положительным и отрицательным. Нам и дает две несвязанные буквы. Согласны? Y в квадрате. Все квадратичные формы гиперболически одинаковые. Вот будет такое условие. Мы берем только половинку. Мы же работаем со связной области. Значит, вот мы одну половиночку и возьмем этого конуса. Он и называется трубой будущего. Это пришло из теории относительности. Потому что теория относительности какая у нас квадратичная форма рассматривается? Сигнатура 1,3 или 3,1. Правильно? Я должен начать. Конусом ты называешь внутренний. Конусом я называю конус. Внутри. Внутри будет больше нуля. На границе равно 0. На границе. Смотри. Да, конечно. Итак, что же это за область? Давайте я их перенапишу еще раз. Геометрически. Звездочку здесь поставлю. Геометрически эту область можно представить так. Вещественная часть. Это вещественное пространство гиперболической решетки L1. А мнимая часть. Это вот этот конус. В плюс от L1. В плюс от L1. Но это же как раз нам напоминает верхнюю полуплоскость. Итак, предположим, что у нас сигнатура была. Теперь давайте упражнение. 2N равняется 2,1. Тогда, когда мы выбросим сигнатуру 1,1, что получится? Останется квадратичная форма сигнатуры 1. То есть, у0 в квадрате больше нуля. Ну вот будет у0 положительно. У0 отрицательно. Поэтому получится, что в этом случае H, то есть, DL, DL просто изоморфно верхней полуплоскости. Потому что конус V плюс L1 это будет просто множество Y. Так что верхняя по обычной верхней полуплоскости это частный случай этой однородной области. Вопросы есть? Как-то вы так немножко завяли. Можно открыть окно? Да, давайте одно окошечко откроем. Или можно перерыв сделать? Или без перерыва обработать, как вы хотите? А то, что вы завалили на таком простом материале. Мне так казалось, что вы это как бы так сказать и где-то приходили там в какую-нибудь геометрию, нет? Нет. Вообще, это будет моё обычное обновление. Перерыв делаем или нет? Да. Но небольшой. Давайте сделаем перерыв, но небольшой такой. Как бы вот там минуту. Условно говоря, пять. Когда я говорю пять, это будет уже семь-восемь, но... Вот сейчас по моим часам тридцать две минуты. Вот до сорока минут. Если у вас есть вопросы, подойдите, задайте, я вам сейчас объясню. Нет, ну пройтись там, пройтись и проверим. Итак, сто упражнения. Это не трудно, просто напишите в базисе. Когда сигнатура 2.1 получается верхняя полуплоскость, потому что конус это просто вещественная полуось. Если сигнатура 2.2 получится произведение двух верхних полуплоскостей, а сигнатура 2.3 в более трудный случай получится полуплоскость зигеля, верхняя полуплоскость зигеля. То есть у в данном случае можно будет представить как положительно определенную. Игрек один, Игрек три, минус Игрек два в квадрате, больше нуля. То есть как положительно определенную симметричную матрицу. Может определитель положительно определенной матрицы, это будет гиперболическим. А я просто прощаюсь. Да. А вот что имнят все ввиду по сигнатуре 2.1. В самоочисленном случае это не совсем корректно. 2.1 и есть 2.1. Как? 2.2.2.1 сигнатура. А. Ну это другой вопрос. Почему изоморфы на уровне группы, на уровне однородных областей проблем нет? Вот запишите эту модель и все. Сейчас. Вы предлагаете, что у вас форма стандартная? Или стандартная? Какая разница какая? Когда мы пишем изоморфизм однородных областей, мы все на ДР. А это все на ДР? А согласованы с действием группы, да? Нет. Ну конечно это у нас изоморфизм, правда, областей. Не что ничего согласовано? Надо понять, как действие будет. Итак, совершенно правильный вопрос. А как действует группа? У нас пока есть изоморфизм областей. Но надо, значит, понять, как она будет действовать справа. Слева линейные действия. Просто умножение. А как будет действовать справа? Вот давайте поймем. Итак, что же у нас будет? Давайте так условно в координатах напишу. Хотя это не совсем координаты. Сумма векторов, но так короче. Итак, Z это в нашей H области. И если мы подействуем. Значит, этот у нас элемент ВДЛ. И действие ВДЛ линейное. Мы просто умножим. Действие ВДЛ линейное. Мы просто элемент группы умножается наверх. Все. Это проективная область. Действие просто линейное. Давайте это линейное действие выпить. Итак, что-то здесь будет в последней строке. Ну что получится? Тут получится. Надо как бы G умножить на вот этот вектор. Тут получится какой-то элемент, который я напишу вот так. Ну, матрица на столбе. Да. Но тут не совсем координаты. Представьте, что координаты. Иначе зачем мне сумму писать только длиннее. Итак, здесь получится элемент, который я обозначу вот так. Матрица ВДЛ. Элемент в октагональной группе умножаем на 0. Мы знаем, что этот элемент всегда не равен 0. Мы знаем, что этот элемент, ну это все понятно, потому что это последняя строка G на столбец умножится. Правильно? Да. Но мы знаем, что этот элемент не равен 0. Поэтому я на него могу поделить. А почему он не равен 0? Ну, потому что мы доказали, что в ДЛ последний элемент в этом базисе всегда не 0. Лемма, которая здесь стерла. Ведь что это означает? Это означает минус Z в квадрате на V на C плюс Z плюс F. И вот здесь координаты всегда не равны 0. Это доказательство. Потому что их произведение всегда не 0. Поэтому это всегда будет не 0. И значит на него можно поделить. И значит проективно, какой будет элемент? Единица. Здесь вот это что-то поделили на G, G, Z. Это что-то здесь стоит. Так вот этот элемент я и назову действием. Почему? Это что-то тоже поделили? Ну, не важно там. Он по изотропности найдет. Он по изотропности найдет. Он по изотропности найдет. Да вот тот, что стоит здесь, я и называю действие G на афинный элемент Z. И вы видите, что здесь действие дробно линейное. Правильно? Мы как бы вектор умножим на G, а потом разделим на этот элемент. Согласен. Это дробно линейное. Согласен. Там еще связаны пополам. Давай. Это не важно. Потому что она должна лично получиться. Вектор изотропный. Вы всегда найдете элемент из того, что его скалерно... А G будет зависеть от Z не линейно? Нет. Это не важно. Согласен. Это согласен. Но как бы действие дробно линейное, что мы делим на что-то такое линейное. Вот это и есть дробно линейное. G от Z зависит от Z квадратичное. Ну, ладно. От Z квадратичное. Но все равно в каком-то смысле линейное. Потому что это определяется... Варя, но оно дробно квадратичное. Нет. Дробно линейность, я вот что хочу подчеркнуть. Когда я говорю дробно линейное, аналог с чем я приводил? Я скажу. Станов от формулы A tau плюс B на C tau плюс D. Вот дробно линейное. Дробно линейное по коэффициентам матрицы. Секунду. У нас есть дробно линейное действие SL2R на верхней полуплоскости. Вот это возникает и в аналог. Да, то он будет содержать tau квадратичное. Ну, хорошо, ну, содержимое. Ну, что ж там. Главное, что я... По матрице он линейный. Но мы все поняли, о чем мы говорим, так сказать. Мы же не будем осваивать терминологию и осваивать не будем. Хорошо. Все поняли. Вот дробно линейное действие, которое появляется в действии SL2R на верхней полуплоскости, это и есть линейное действие проективных координат. Вот это я хочу подчеркнуть. Потому что в проективных координатах действие линейное, а в афинках, оно вот такое. Вот такое. Дробно линейное, но с модулью вот этой квадратичной части. Поэтому я хочу и вернуться теперь к тому термину, который я в начале лекции обсуждал. Почему дивизоры называются рациональными квадратичными? Это ровно тот же самый вопрос. Итак, если В в квадрате меньше нуля, то дивизор ВДА это все Z в ДА, которые ортогональны В. В этих координатах это дивизор линейный, просто ортогональный век. Правильно? Но когда мы напишем афинные координаты, вот здесь, как Андрей нам правильно указал, появляется квадратичная функция от координат Z. Поэтому в афинных координатах данный дивизор запишется квадратичным уравнением в терминах координат Z. Поэтому он, уборчивство, например, вообще в литературе называется рациональным квадратичным дивизором. Кстати, простейший случай рационального квадратичного дивизора на верхней глупости СМ-точки. СМ-точки это ровно и есть рациональный квадратичный дивизор, и в этом конкретном квадратичном. Да. Итак, теперь мы можем дать определение модулярной формы, причем сразу в двух вариантах. Здесь мы уже подходим к форме борщицы. Итак, определение. f это модулярная форма веса k относительно группы гамма с характером хи. Итак, гамма это подгруппа конечного индекса O плюс L, конечный индекс. А хи это характер группы гамма тоже конечного порядка. Но это будет всегда так, если M больше равно тройке. Для единицы и для двойки это условие над накладкой. Итак, модулярная форма веса k относительно группы гамма, арифметическая группа гамма с характером хи. Это будет, во-первых, галаморфная функция на афинном конусе нашей однородной области. Афинный конус это просто множество всех z в комплексификации решетки L, которые определяют точку df. Второе условие. Это функция однородна в степени минус k. И третье. Это функция инвариантна с характером хи под действием группы гамма. Получительно целый. Ну, как бы k, да, k. Значит, давайте добавлю условия. В принципе, полуцелый тоже можно рассматривать. Но чуть-чуть тогда надо определять ветви. Давайте считать, что k целое. Видите, что k будет положительное целое. k целое. А M и размеры больше равна тройке в этом определении. Если n равняется двойке единице, нужно добавить некоторые условия галаморфности бесконечности. Но если n равно больше, равно тройке, этого не нужно. Хотя в этой модели никакой бесконечности у нас нет. Итак, это условие. Теперь сразу функция борщица. Что это такое? Итак, теорема. Доказанная борщица. В 95-м году публикована работа. Это часть его финансовской химии. Потому что эта функция, которую он построил, сыграла основную роль в доказательстве решения Муншайн-проблемы. Через эту функцию он построил Лоренцову алгебру, Катса Буди, называемую Faith Monster Algebra. По ней он построил совершенно модель верхней алгебры и доказал Муншайн-проблемы. Итак, борщица доказал, что существует модулярная форма веса 12 относительно модулярной группы О плюс чётной у немодулярной решётки сигнатуры 2.26 Такая решётка единственная с точкой дезаморфизмом. С характером определительности. Более того, он показал, что дивизор этой модулярной формы совпадает, именно равенство, то есть кратность равняется единице, с рациональными квадратичными дивизорами, где В все минус два корня нашей решётки, то есть все вектора решётки 2.26 с квадратом минус два. Все вектора эти образуют одну орбиту по отношению к ортогональной группе, поэтому в модулярном многообразии получится неприводимый дивизор. Вот та теорема, которая доказала. Можно я вам? Пожалуйста. А почему там определения для реформы исака нет? Совершенно верно. Вот это правильный вопрос. Но вот мы к нему чуть-чуть. Вот это фактически это то определение, к которому сэр стремился в своей книжке курс арифметики. Вспомните, ведь он там формы определял, как нечто на классах решётка. Правильно? Я понял, да. Но там всё-таки, так как это группа SL2, надо ортогональную модель брать. Тогда получится вот такое определение. Да, группа SL2, она изогенна группе SO2.1 SL2, PSL2 SO2.1 Это на Z можно написать, то, что поизомарзируется, тогда получится классическое определение модулярных форм. Но это некие вопросы, некая работа в смысле одного к другому. Так вот, почему результат Борчишса такой важен? Итак, давайте возьмём любой вектор с квадрата минус 2 в нашей решётке. с квадрата минус 2.1 Тогда отражение, Сигма В это отражение, относительно гиперплоскости, ортогональный вектор В. Так это отражение, конечно, лежит в нашей ортогональной градусе. Почему? Потому что вектор вы можете, ну, в общем, сами подумайте, почему лежит. Это из афинной модели следует, из такой модели следует. Потому что В не может лежать в нашей плоскости, скажем, это следует из Грусманиана. В не лежит в Грусманиане, поэтому это отражение никак не изменит ориентацию нашей плоскости. Правильно? И так и лежит. Более того, определитель это, безусловно, характер ортогональный вектор. Правильно? Поэтому, как запишется это условие, для любой формы с характером определителя Сигма В З равняется минус ФЗ. Давайте напишу характер, определитель Сигма В, а определитель равен минус единице ФЗ. Отсюда следует, что для любой формы Ф, любого веса, относительно любой ортогональной группы в решетке с характером определителя, отсюда следует, что дивизор Ф содержит объединение всех дивизоров для всех векторов с квадратом минус 2 в нашей решетке. То есть, в каком-то смысле, этот дивизор минимально возможен, если вы добавили характер определителя. Более того, есть другая минимальная возможность. Это простая теорема. Я еще доказывал, по-моему, ее в 88 году. Значит, перенапишем факт. Простой. Значит, если Ф дождественная не равна нулю, то вес Ф больше или равен рангу n минус 2 пополам. Итак, у нас сигнатура L. У нас здесь стоит произвольная решетка L. Сигнатура L равняется 2N. Тогда вес голоморфной формы не равен 0 всегда больше равен n минус 2 пополам. Этот вес называется сингулярно. Давайте посмотрим. 26 минус 2 24 пополам 12. То есть, Боржерс построил автоморфную форму с характером определителя минимального возможного веса с наименьше возможным делизором. С минимальным делизором. Кстати, отсюда следует, что это форма единственная. Давайте я вот это слово сотру. Напишу здесь следствие. Следствие. F12 единственная. Для данной решетки. Почему? Потому что если F K форма веса K для этой группы с характером определителя, то дивизор этой формы содержит минимальный возможный дивизор. следовательно F K на F12 будет модулярной формой веса K минус 12 относительно этой же самой группы, но с тривиальным характером. Потому что здесь будет характер определителя, здесь характер определителя. То есть, любая форма с характером определителя для данной группы будет просто делиться на F12. В частности, если есть другая форма веса 12 таким свойством, у вас получится констант 1. Констант. Формы веса 0. 0. Итак, вот такой уникальный объект, который был построен горчисом. 20 . А чего нету? Некомпактность очень мало. Некомпактность чего? Некомпактность чего? Ну, как сказать, некомпактность . Ну, как сказать, некомпактность . Конечно, да. нет, в фазе проективная . Но не афинная . Но не афинная . А? Там вот с очень быстро растущей размерностью . То есть, экстременциального роста. Поэтому, с точки зрения размерности, поэтому это самый большой, ну, как бы самая высокая, самая крупная группа симметрий, условно говоря, которая в природе известна. Что фейк-мост или алжебру можно воспринимать как аналог спорадический простой объект. Вот это такой самый крупный спорадический объект, который в природе нам известен. Так что, очень красивая функция, и я хочу описать ее разложение Фурье. Кстати, возникает вопрос, а что такое разложение Фурье вот таких моделлярных . Они же определены на проективной области. Чтобы написать разложение Фурье любой функции, нам нужно построить ее модель. Кстати, ваш вопрос, определение модулярных форм. Вот давайте мы теперь эту же модулярную форму, которая здесь написана, запишем в афинных кардинатах. Как ее определение будет выглядеть. так, я хочу определить у нас DL изоморфно-однородной области цилиндрического типа, вот эта труба будет еще, связанная с гиперболической решеткой. функции, мы рассматриваем наш простейший случай. Итак, как же я могу определить функцию? Итак, я могу теперь определить функцию автоморфную F на данной области, на афинной области, голоморфная функция. и как она будет связана вот с этим определением? Давайте, как-то нам букву надо другую поставить, FC. Итак, FC от Z будет равняться функции F такой типа в соответствующей точке минус Z в квадрате пополам Z1. Итак, эта точка уже будет в однородной области DL лежать. так? Эта точка уже в DL. И значение ее определено. Как будет выглядеть функциональное уравнение? Вот данные функциональные тут у нас два есть уравнения. Как мы их сведем к одному уравнению? Давайте посмотрим. Итак, я хочу подействовать на Z элементом из орбитальной группы G. то есть вот у нас действие здесь выписано. Правильно? Что это означает в этих терминах? Давайте я сейчас сохраню ту же самую функцию. Это равно F от G умножить на на этот вектор. Правильно? Мы хотим, чтобы так было даже нет. Это, конечно, давайте я все-таки аккуратно напишу еще раз. F от G Z. Чему это будет равно определению? Это будет равняться F от соответствующего вектора. Правильно? Но этот вектор мы вот здесь определили через фактор автоморфности. Я могу фактор автоморфности сюда довесить. Правильно? Таким образом, если я умножаю на T, я должен поставить T в минус к этой степени. И так это будет фактор автоморфности минус к этой сейчас посмотрим в какой степени или что нам нужно сделать. Сейчас мы посмотрим. и здесь я хочу умножить это на G G Z. Сейчас мы посмотрим, какую здесь надо поставить степень. Сейчас. И потом это у нас будет записано вот так. То есть, вот так. это будет равно F от G умноженное на Z. Согласны? Фактор забыл. Нет, фактор уже нет? А, да, фактор забыл. Спасибо. Это будет этот умножитель G Z минус на F от G от от C. А это уже будет только характер у нас стоит. Так, поэтому это уже строчки мне одной не хватает. Будет G я поставлю. G Z в степени минус 100 характер на G F C от . Только почему сейчас, 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 да, совершенно верно, потому что мы T, K должны поставить сюда множители, правильно? Совершенно верно. Здесь будет стоять плюс, потому что мы записываем как F от Z равняется T в степени K F TZ. Значит, здесь будет стоять плюс, и здесь будет стоять плюс, и здесь будет стоять плюс. Вот она, фактор автоморфности у нас появился в степени K. Потому что она поставит T в степени K слева. в степени . 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 И теперь давайте посмотрим, как написать разложение фурии. Итак, еще раз. Матрица L была записана как C на Z плюс L1 плюс F на Z. В базисе. И теперь какой унипотентный элемент можно взять в ортогональные группы. Давайте возьмем теперь вот такой элемент. Это будет L минус L в квадрате пополам. А здесь надо что-то поставить по ортогональности. Итак, это будет элемент. Его можно написать бескоординатно, но это будет дольше. Это будет элемент ортогональной группы решетки L, где L любой вектор L1. Фактор автогоножности будет превериален. Значит, давайте обозначим этот элемент как-нибудь UL. U с индексом L. Унипотентный элемент, который определяется... Да, тогда UL под действием на Z будет равняться Z плюс L. Потому что фактор автогоножности этого QL в квадрате будет равняться UL. И мы получаем, что FC Z плюс L равняется FC Z. Итак, наша функция периодична по решетке L. Не любого L из гиперболической решетки L. И у нее можно рассмотреть возложение QL. Итак, следующее вам замечание. Когда мы рассматриваем поле вещественных чисел, естественно, такое представление фактического векторного пространства, каноническое доставление. Но на Z даже в таком случае орбит ортогональных O плюс L орбит изотропных векторов C может быть больше, чем 1. Поэтому таких реализаций нашей модулярной формы может быть несколько. Может быть... Несколько реализаций. Выбор изотропного вектора дает нам выбор афинной модели. Выбор афинной модели действует в бесконечности. У нас есть направление в световом конусе на бесконечность. Поэтому выбор изотропного вектора отвечает как бы нольмерному космосу. Здесь нольмерной бесконечности. Их может быть несколько. Как вы видели на примере конкуренция группы Симпоза. Итак, у любой формы можно написать разложение фурье. Давайте я сейчас напишу. После чего мы сможем написать, проанализировать разложение фурье функции горьки. Без доказательства, естественно, хотя бы понять, как это выглядит. Прежде всего, пожалуйста, а для каких таких договорных срок решеток реально уже будет проводить когда-нибудь тогда. Сейчас, секундочку, я напишу форму, а для них больше вопросов. Итак, разложение фурье. Будут какие-то коэффициенты. Ну, как любое разложение фурье, периодической функции голоморча. Коэффициенты фурье, давайте я поставлю пока L, E в степени 2 пиньки LZ. Где будет лежать L? Давайте догадаемся. Функции, одна и та же буква L, ну ладно. Функция периодична, периодична с периодом L1. Поэтому L будет лежать в двойственной решетке. Итак, L, если U здесь поставить, U на L должно быть целочислено. Итак, будет целочислено. Это из периодичности. Но еще гиперболическая норма, это гиперболическая решетка, будет всегда больше на нуля. А вот это голоморча. Это надо уже немножечко пописать. Да, но это уже голоморчность данная наша. Итак, у нас будет вот такое разложение фурье, а L можно написать через некоторый интеграл, как всегда, в разложении фурье. Так вот, замечание. Если вес K будет сингулярный, N минус 2 пополам, не меньше возможности, для голоморчных модулярных форм, то из того, что коэффициент не равен 0, будет следовать, что квадрат L равен 0. В случае сигнатуры 2.1, таких у нас форм нетривиальных нет. Это будет такое, это условие для сигнатуры 2.1, это будет означать, что наш коэффициент фурье равен 0. Константы 1. Но вот в случае, когда сигнатура, я теперь начинаю с тройки, уже это возможно. И так, теперь я могу выписать разложение фурье, функции борщикса, функция, на удивление, на удивление проста. Вот ничего проще и придумать нельзя. Понимаете? Поэтому она была в природе, жила своей жизнью где-то, но мы про нее не знаем. И потребовалось достижение напряжения, напряженная работа великого человека, чтобы ее обновить. Итак, давайте дельта-функция Романаджана вам хорошо известна. Бесконечное произведение. Мне нужны ее коэффициенты фурье. Кау-М. Так вот, разложение фурье функции борщикса мне немножко, надо чуть-чуть еще обозначить. Итак, давайте возьмем гиперболическую решетку, четную манедуляцию, сигнатуру 1.25. И мы ее представим так. Z, Ро. Я буду использовать другое значение, чтобы следовать борщик. Дальше отрицательная определенная решетка лямбда 24, это решетка лича, плюс Z, F, где Ро, F дают нам гиперболическую плоскость. То есть, Ро в квадрате равняется F в квадрате равняется нулю, и Ро на F равняется единицей. Что ты так именно взял? У тебя было обозначение уа1 на е? Ну, верно. Ро на е, да? Где? Эти плоскетки... Да, Ру я обозначил как е, раньше обозначил, как с. Это была наша с. Это просто уа1 на е. Да, да. Это решетка ля1. в нашем размещении. Так вот, через группу W я обозначу группу Виле этой гиперболической решетки. То есть, группу, порожденную всеми отражения σV, где V это корень этой гиперболической решетки. То есть, V в квадрате равняется минус V. Это бесконечная группа. Группа Виле данной решетки. Так вот, теперь я могу написать вам разгложение борщерса. Это будет разгложение функций... Это группа порожденная такие? Да, порожденная всеми отражения. Порожденная, да. Да, да. Как я и написал? Порожденная, да. А бесконечная потому что там коробка? Потому что решетка гиперболическая, там бесконечное количество, там даже отражение бесконечное. Она конечно порождена? Это правильный вопрос, но не совсем. Она не является конечной порожденной. Но можно, базис можно выписать. Базис можно выписать. Я чуть позже сейчас напишу. Это мы успеем. Так вот, функция φ12, и я напишу разгложение фурье вот в этом casperon. Это вот так уже у нас я забрал бирон. То есть, мы пишем от z. Значит, z, я подчеркну, это будет однородная область труба будущего, которая определяется вот этим изотропным вектором ρ, а решетка сигнатуры 1.25 у нас задана через решетку лич. А сама решетка на это что такое? Не L1, а просто L. L будет сигнатура, L это будет, надо добавить еще одну гиперболическую плоскость. Это будет сигнатура 2.26. Правильно? Ведь как у нас делается? У нас, да, то есть, нет, я неправильно сказал, но это не R, конечно, там, как бы, casperon будет выше лежать, casperon будет лежать повыше. Я уже устал. Давайте, z. Это не совсем так, правильный вопрос совершенно. Вот здесь, давайте мы напишем так, это будет c, z, плюс решетка лича, 2.25, плюс fz, f' оно отличает вот этому c вектору. почему это та самая, что там у тебя было? Это гиперболическая решетка. Вот это гиперболическая решетка. Там ты писал моего цена. Нет, это гиперболическая решетка. Функция борщица заданной решетки на грудке сигнатуры 2.26. Вот это гиперболическая решетка. То есть, давайте я здесь еще раз напишу. Значит, какую гиперболическую решетку я беру? Я беру решетку сигнатуры 2.26, в которой выделена одна гиперболическая плоскость. Вот здесь лежит наш вектор c. И выделена вторая гиперболическая плоскость u, плюс решетка лича 24, отрицательно определенная, но она в разгложении фурье не так важна, она важна для бесконечного произведения. И вот здесь лежит наш вектор. Дальше. Так вот, теперь я напишу разгложение фурье нашей функции. Это будет сумма по бесконечной группе v. Давайте я напишу v-2. Дубль v-2. Породина всеми отражениями и вторая с квадратами минус. Не только группа бесконечная, но даже бесконечная параллельная. Можно выписать ее образующим. Определитель элемента из группы V-2 плюс-минус единица. Дальше сумма m большего нуля. Коэффициент функции Романа-Джианов m e в степени 2π действие элемента из группы V-2 W на вектор m умножить на ρ z. Вот такая удивительная вопрос. Вот и все. плюс-минус плюс-минус единица. Это элемент в группе вейля. Это группа порождена отражениями. Определитель отражения минус 1. Поэтому если здесь будет четное число отражений произведения, то будет 1, нечетное. Это плюс-минус 1. вот такая функция z. Я поставлю z26, потому что у z это 26 переменных, то есть в области размерности 26 переменных. То есть посмотрите, первое, какие коэффициенты Фурье? Сравним с коэффициентом Фурье. Итак, АЛ, если АЛ не равняется нулю, то что мы можем сказать? Л равняется W умножить на m ρ. Правильно? Только такие ненулевые коэффициенты Фурье у нас есть. И АЛ определяется только множителем ρ, примитивный вектор, а m число, на которое оно умножается. То, что мы суммируем по группе Л вещь совершенно естественная. Предположим, что вот эта функция имеет характер определитель. mk γ определитель. Тогда, естественно, элемент ортогональной группы гиперболической решетки лежит в ядре нашей унипатентной матрицы. И он просто переставляет коэффициенты Фурье. Причем, как переставляет? Ну, с характером плюс или минус единица. То есть, мы вот эта орбита, бесконечная орбита этого коэффициента Фурье, вот здесь и стоит. Итак, фактически, ненулевые коэффициенты Фурье кратны одному вектору, потому что эта орбита автоматом получает. фактически, вот эта функция Романуджана чуть-чуть подправленная. Мы вместо q поставили m ρ, а дальше растянули эту, вот это фактически функция Романуджана здесь стоит. Но мы от 26 условных переменных мы ее растянули просто группой. То есть, ничего проще себе представить нельзя, но, кстати, доказать, что это модулярная форма, не просто. Почему эта функция модулярная относительно ортогональной группы, это уже другой вопрос. Есть, уборочная была предварительная попытка, потом следующее, второе, первое доказательство, оно было не закончено. То есть, сигма V, она инвариантна, да? Она с характером. Если вы подействуете сигма, ну что, ну тут надо будет просто поделить и выкинуть это предварительство. То есть, она сначала ее руками сконструировала, а потом там доказывает, что она будет трояплой. Так вот, это же самая функция. Теперь вторая формула. Вот. А на порожденной я не верю. А, нет, у нас нет же всегда то, что относительно группы или относительно ортогональной группы гиперболической решетки, она инварианта, нет никаких проблем. Но, это же гиперболическая решетка сигнатуры 1,25. А мы хотим доказать, что это модулярная форма относительно ортогональной группы сигнатуры 2,26. Ведь эта ортогональная группа просто лежит в унипотентной части. Фактически, где эта ортогональная группа лежит? Вот какой элемент будет 1,1, ортогональная группа, вы можете здесь поставить ортогональную группу 1,25, а остальные все будут сейчас я получу на решетку. Итак, 1, ортогональная группа гиперболической решетки 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ясно, что это будет элемент ортогональной группы сигнатуры 2,26. Если мы так представим. Если вот это лежит в первой но это ведь фактически что? Это такая унипотентная часть? Ну, грубо говоря, это связано, скажем так, это часть параболической подгруппы, да, правильно сказать, это будет часть параболической подгруппы этой группы. Да, но это часть параболической подгруппы, да, компонент. Совершенно верно. Ну, мы можем еще унипотентная часть от ней добавить, то есть сдвиги. Двиги уже добавили. Да, если мы поставим здесь сдвигер, здесь поставим сдвигер, здесь поставим, вот это будет параболическая подгруппа. То есть мы видим, что относительно параболической подгруппы, она прекрасно себя ведет, но мы же должны расширить до группы ранга 2, это группа ранга 1, унипотентная расширена, а нужна ранга 2. Так вот, Борчиш доказал, что она модулярна, используя формулу бесконечного произведения. Это следствие, он просто бесконечное произведение разложил. Что тоже не так просто увидит, но это уже упражнение. Давайте мне потребуется еще одна формула. Это упражнение, то есть, что сумма равнопроизведения... Ну, в общем, да, главное произведение. Давайте я хочу написать функцию гелька в минус первой степени. Это будет уже совсем другие коэффициенты, правильно? Так, чтобы было все правильно, да, больше она не будет. Итак, я возьму в минус первой степени. Это будет тоже такая комбинаторная... Вы как-то против комбинаторики выступали в прошлом году, Но это вот не что иное, как это произведение в минус первой степени, число разбиения n на 24 славяга. Это уже функция экспоненциального роста будет. Так вот, эта сумма равняется вот такому произведению. Е в степени 2ПИ. Роза это ров, тот же наш вектор. Дальше будет произведение бесконечное. Альфа принадлежит дельта с плюсом. Чуть позже я перелегу, какой дельта плюс. То есть, фактор единица минус е в степени. Это аналог единицы минус q. 2ПИ на альфа. Что такое дельта с плюсом? Сейчас, секунду. То есть, очень неудачное было значение. Дельта уже это стременно. Ну и хорошо. Дельта плюс, но там дельта 12. Давайте, там, например, в плюсы не отбирайте, а дельта 12. Чем не меньше? В математике бывает много неудачных обозначений. Это уже исторические обозначения, я не буду их видеть. Функция p24 от единицы плюс альфа в квадрате по полу. Итак, вот такое бесконечное произведение по каким-то альфа. Сейчас я напишу дельта плюс. Что такое? Итак, дельта плюс. Дельта плюс – это будет множество векторов, которое состоит из двух частей. Это все вектора альфа. Раз там я написал альфа, давайте альфа записать. Альфа в нашей гиперболической вершинке с квадратом минус 2, которые с вектором ρ имеют столярное произведение 1. Таких векторов будет бесконечно много. Вот отражение относительно этих векторов это будет порождать группу. Это множество. И я хочу добавить еще одно прямое множество. И теперь будет множество всех целых точек. Вот здесь важна модель, почему решетка лича используется. Мы взяли гиперболическую решетку, термин их решетка лича, и нужно теперь пересечь вот эту нашу решетку гиперболическую, которую еще раз напишу, это уль, плюс решетка лича, представьте, на этом не знаю, с замыкания светового конуса. Гиперболический решетка. Ну, конечно, нужно выбросить вектор 0. То есть здесь геометрически что это стоит? У нас есть гиперболическая решетка, сигнатура 1.25. Мы взяли световой конус и взяли его замыкание. Вот теперь границу мы включим. И я хочу взять все целые точки нашей решетки. Это будет конус или конус будущего? Ну, или конус будущего. Свет же у нас... Это будет конус. Да? Труба будущего, да, конус будущего. Да, конус будущего. Все точки, которые лежат внутри, и на границе. Вот это пересечение, это все целые точки этой решетки, и здесь важна модель этой решетки, что это U плюс решетка личика. Это все целые точки, которые лежат внутри или на границе. А вверх, он лежит внутри. А? Кто поедет? Модулярное многообразие, это комплексификация внутри. Да, комплексификация. Вот посмотрите, такое бесконечное произведение. Показатели этого бесконечного произведения растут очень быстро. А в смысле, мы выбрали какую-то другую модель? Да, да. Но тогда дельта плюс по другому будет получать. Да, совершенно верно. Ну, реально, так сказать, здесь нулевой, касп точка одна, но в принципе, так как вы видите, что здесь используется решетка личика, да, дельта плюс будет немножко меняться. Хотя, в принципе, будет фактически почти то же самое, потому что нулевой каспорт. То есть произведение тоже зависит от каспа, да, от выбора цены. Да, да, согласен. Посмотрите, степени растут очень быстро. Это коэффициенты дельта-функции в минус первой степени. Поэтому здесь рост известен Радемахер, когда проточную оценку миксал, но это уже в конце экспоненциальный рост. А? Акквадрат чему равен? Где? Да, вот очень правильный вопрос. Давайте посмотрим, можем ли мы из этого произведения нули. Все-таки произведение, по произведениям мы должны нули определять. Давайте посмотрим. Итак, какие альфа могут быть? Здесь все альфа с квадратом больше или равно нуля. Правильно? Это внутри или на границе конуса. То есть первая часть нас вообще не интересует? Вторая. Вторая с точки зрения дивизоров нам вообще не интересует. А вот здесь альфа в квадрате равняется минус двойке. То есть этого нету? Да, если альфа в квадрате равняется минус двойке, давайте посмотрим. Альфа в квадрате равняется минус двойке. Значит, мы можем взять z и мы ортогонами. Альфа z равняется нулю. Это будет дивизор в нашей области. Согласны? Причем с отрицательным квадратом у нас только вектора. Альфа в квадрате равняется минус двойке. Какая кратность будет? p24 от 1 плюс минус 2 на 2. Это будет p24 от нуля. Это 1. Поэтому множитель для корня как раз и будет здесь. 1 минус e в степени 2 и и альфа z в первой степени. Вот это и есть дивизор в нашей функции. А то есть первая часть это произведение такое естественное. Если мы один написать с одним взором, вот перемножаем и пишем. А вот вторая, что нужно писать вторую, чтобы она стала на втором уровне. Вторая не имеет нулей. Вторая не имеет нулей, потому что альфа в квадрате больше равня нуля, поэтому если альфа и z ортогональны, мы выходим за пределы нашей обновленной функции. А первая часть она сходится вообще? Нет, ну можно говорить и вовсе. Вообще сходится ли это произведение? Вопрос очень серьезный. Сходится. Абсолютно, да? Сходится хорошо, абсолютно нормально, но только в некоторой окрестности бесконечности. Я же вроде бы вовремя существенной пустота поднимается. Нет, сходимость она вещь очевидная. Это уже есть у Катса. Такие произведения возникают в формулах знаменателя Катса-Вейли, гиперболических алгебр Катса-Мония. Исходимость таких произведений в окрестности Каста, да, это вещь простая. А вот почему мы можем аналитически продолжить это произведение за пределы области абсолютной исходимости, это очень деликатный вопрос. Теперь вот к этим векторам. Как они будут выглядеть? Вот как эта область выглядит? Теперь в векторах с квадратом минус два, которые мы здесь вот, которые дают дивизор, они дают фундаментальную область группы Вейли. Правильно? Это у нас все действует с точностью до действия группы Вейли. И фундаментальная область будет выглядеть вот так. Давайте я ее нарисую. Это будет проективная модель. Это сечение нашего. Конус у нас идет так, но я возьму его просто сечение. Возьму проектилизацию. Итак, РО – это наш вектор Вейли. Его квадрат равен нулю, он лежит на границе. А вот все эти вектора, их будет бесконечно много. С квадратом минус два. Но они будут вот здесь сгущаться. То есть, если я возьму парисферу, ортогональные границы, вот здесь будет только конечное число векторов. Вот это все, вот это будет гиперблоскости, ортогональные нашим векторам альфа с квадратом минус. Поэтому фундаментальная область, когда я все эти вектора рассмотрю, будет вот такая. Вектора будут сгущаться, их бесконечно много, но вот они сюда, в точке сходят. И бесконечное произведение сходится вот в этой области, где-то в окрестности бесконечности. А дальше надо будет отражать и доказать, что есть аналитическое продолжение. Вот это функция Борчерса, по крайней мере, как черный ящик. Почему равенство выполняется? Вы можете подумать, это проще, если знать свойства автоматных форм, если мы знаем, что это автоматная форма. То есть самое главное – доказать, что это автоматная форма. Это уже следствие. И проблему, которую можно поставить, и которой мне хочется в этом семинаре заниматься, а как найти функции, которые являются аналогом функции Борчерса? В каком смысле аналоги? Это должны быть функции, у которых вот дивизор самый маленький. Функции с характером определитель, у которой дивизор порождается только минус два разного. Таких функций должна быть общая гипотеза, и, в общем, почти доказанная сейчас уже по виду МАКС. Таких форм может быть только конечное число. Их не очень много. И можно разные условия ставить, сохранять минимальный возможный вес и брать произвольную решетку или не сохранять. Но есть надежда, что для максимальных решеток эту задачу можно сделать. А дальше уже брать под решетку. То есть основная идея это строить аналоги функции Борчерса. Я думаю, что я такой доклад прочту попозже, где целое семейство таких форм я построю, исходя вот из этой одной функции. Возникают функции 30, по-моему, около 30, что такое. По крайней мере, больше 20. Они имеют все большую роль, потому что x0 это действительно 0. Вот все, что я хотел сегодня вам рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста. Значит, в следующий раз не...